Знакомство с предприятием началось в производственных цехах. Здесь на высокоточном оборудовании специалисты производят шасси для самолетов. Авиагрегат активно развивается. В 2014 году чистая прибыль выросла по сравнению с 2013 более чем в пять раз и превысила 230 миллионов рублей. Наращивают не только производственные мощности. Авиагрегат в этом году принял активное участие в уборке города. Порядок навели и на закрепленные территории, и на других участках. После экскурсии глава администрации Самара Олег Фурзов пообщался с трудовым коллективом. Вот кольцо 24-го, трамвай, 10-го, 13-го. Вы посмотрите там. Там я не знаю, как в 60-х, 70-х лет эти павильончики старые. Людям негде укрыться от дождя. Асфальт весь в выборах. Ой, как бы там заводали, но это тоже нужно обратить внимание. Мы там договорились, что рекламные компании, которые хотят размещать информацию на павильонах, нам поставят и новые современные павильоны. Поэтому такие торги, вот они тоже или прошли, или вот-вот должны пройти. Значит, будем павильоны менять, однозначно. Поинтересовались сотрудники авиаагрегата судьбой улицы Старозагора. Одной из старейших транспортных артерий промышленного района в следующем году исполняется 50 лет. Вопрос такой. По бульвару Старозагора. Когда ремонт от Шибки, который бульвар от Шибки идет, до нового вокзала. В следующем году 50 лет исполняется. И мы делаем специальную программу по приведению этой улицы в нормальное состояние. Бульвары будут восстановлены, цветы будут посажены. Мы планируем снести, значит, торговые места, которые закрывают вид на Шибку. Скоро решить проблемы конкретной территории жителям Самары будет намного проще. На встрече с сотрудниками предприятия Олег Фурсов рассказал о новой системе местного самоуправления. Теперь в каждом районе города будет свой совет и свой бюджет. Интересы жителей микрорайонов будут представлять районные депутаты, которых выберут в сентябре. В свою очередь от районных советов в городскую думу войдут свои представители, которые будут отстаивать интересы жителей. Мы вместе с вами заинтересованы в том, чтобы власть кардинально была реформирована, чтобы мы вернули былую славу вашему району, вернули былую славу трудовой безымянки. А что это значит? Это значит, чтобы были хорошие дороги, ухоженные дворы, чистые подъезды, грамотные управляющие компании, они жильковатые. Вот это все в совокупности составляет, я думаю, престиж и гордость каждого района, каждого микрорайона. Олег Фурсов также рассказал о приоритетных направлениях работы администрации. Закупается новая спецтехника, обновляют подвижной состав пассажирского транспорта, ремонтируют дороги. Самара не делится на центральные и отдаленные районы, подчеркнул глава администрации. Второстепенных проблем не существует. Все они общегородские, и решать их будут власти Самары комплексно, а помогут в этом районные советы.